Здравствуйте! Сегодня 18 число, понедельник. У меня начался отпуск, и поэтому я могу записывать вам видео. Извините, что у меня будет немножко, ну, голос такой простуженный. Но я не могу ждать, пока я поправлюсь, потому что, ну, это потеряет актуальность, и поэтому я всё-таки решила записать видео. Ну, простите, вот у меня, да, я приболела малость. Вот, значит, вчера прошёл вот этот антивоенный марш в Берлине, и вот там выступала Навальная, и, ну, просто у меня очень тоже много мыслей. Я с вами разговариваю как обыватель, я не политик, я не какой-то там революционер, нет, я просто обыватель. И вы знаете, я вот, ну, у меня есть единомышленник в ТикТоке, Николай Орлов. Ну, просто, вы знаете, он вот, когда он говорит, ну, немножко, конечно, так это, ну, он так разговаривает, как, ну. Знаете, мне почему кажется, что людям нравится, как он, он говорит, как простой человек, понимаете, как человек, вот, ну, такой простой. Вот, вот, своими словами это объясняет, как он думает. И я тоже так же, как обыватель, я, я не готовилась, вот, и у меня нет никакой бумажки, я не читаю, я не диктор центрального телевидения. Я просто вот, как бы, то, что думаю в данный момент, то вам и говорю. И вот Николай Орлов тоже такой же. И вот, как-то у них был стрим в ТикТоке, и украинцы, они сильно очень, когда стали говорить про это, ну, что будет этот марш в Берлине антивоенный, они сильно стали обижаться, что на этот марш, ну, русские хотят, иммигранты, которые уехали из-за войны, из-за Путина, которые против вообще вот этой, всего этого беспредела, этой власти коррупционной, преступной, что они хотят выйти все с триколором, ну, то есть, ну, с нашим флагом. И, как бы, вот, ну, понятно, у украинцев эта ассоциация очень плохая с нашим флагом, и, то есть, ну, им больно на это смотреть. Конечно, есть у нас этот такой белый-голубой флаг, но я вот, например, его не знаю, где взять. Вот русские триколоры есть, продаются здесь в магазинах, а я тогда ходила, смотрела, ну, такого белого-голубого нету флага. Ну, это, наверное, надо как-то через интернет заказывать. Ну, и вот. И вот у меня вот по этому поводу мысли вот такие вот. Вы знаете, что, ну, как, может, у меня много украинцев слушают, что, ну, вот тоже так, тоже не надо на русских тоже так кидаться. Ну, поймите, что да, очень много в России людей, которые политикой не интересуются, которые, ну, особо не разбираются. И потому что вот я сегодня смотрела видео, там «Глаз народа», и там фермеры, ну, рассказывают правду о том, как их глушат ветеринарные службы. Ну, то есть это, и я верю этому, ну, потому что я смотрю блогеров, которые, вот одного блогера я смотрю, он по Дыжевскому как раз, это у него почти птицефабрика. Он тоже рассказывает, как эти ветеринары все время, поборы и поборы, они вот приходят, типа, какие-то выдуманные болезни придумывают, и явно намекают, что надо бы давать взятки. Я думаю, что, скорее всего, раз его до сих пор не закрыли, он, видимо, взятки платит. Ну, и там тоже я вот смотрела сегодня вот видео. Я думаю, скорее всего, что, ну, некоторые фермеры платят взятки, а которые не платят, им просто уничтожают ферму и все. Вот, ну, допустим, все вот для вас фейк. Ну, вот у вас вот масло уже вот это исчезает с полок. В прошлом году яйца, ну, вот это же ведь знак того, что, ну, уж такие-то вещи, как яйца и масло сливочное, наша же страна может в огромном объеме производить, ведь это же какой-то вот саботаж, это же что-то невероятное, это, значит, люди, которые, ну, просто, видимо, хотят за рубежом закупать эти продукты, чтобы, видимо, с этого как-то воровать. Я больше, у меня нет никакого больше другого объяснения. Зачем так фермерам палки в колеса вставлять? Это для чего? Ну, там один фермер сказал, он тоже мысль сказал, что я вам и раньше говорила. Вот есть такая пирамида потребностей, что когда у человека первые, самые нужные потребности не реализовываются, то есть он не получает эти потребности, а самые первые потребности – это где жить, что есть. Понимаете? Вот это самые потребности. И если у человека эти проблемы не решены, он дальше, а дальше следующая потребность – это заниматься искусством, путешествовать, какие-то хобби, вот это. А там четвертое – это уже там обучение, учиться, ну, что-то, какие-то, какое-то образование. Там пятое – это уже как-то стремиться, может, в политику, там где-то, ну, все выше и выше, как бы у вас-то там достижения. Но если у вас самый низкий порог не перейден, то есть вы живете только, не живете, а выживаете, в таком положении человек, ну, не будет интересоваться политикой. И вот вы, когда украинцы говорите, вот, типа русский у вас там политика не интересуется, но в таком состоянии нищеты никакой человек, ни русский, ни американец, если он там в нищете в какой-то живут, я думаю, они там тоже никакой политикой не занимаются. И не думают, потому что человеку надо найти, где крышу над головой или там кусок хлеба надо найти. Вот. Я к тому. И вот тоже, ну, нельзя вот так на этот триколор тоже так реагировать. Вот это все-таки был российский марш, то есть людей-оппозиционеров. А под каким они должны идти флагом? Ну, я для россиян, которые против войны, Россия – это, ну, страна. И для многих вот этот флаг, триколор, он не ассоциируется с Путиным, а ассоциируется с демократией. О том, что в 90-е годы они надеялись, что в стране демократия. И Максим Каджи тоже говорит, что у него ассоциация с этим флагом, как флагом демократии. Ну, то, что так Путин и вот так это, ну, как сказать, ну, если грубо не сказать, ну, в общем, нагадил на флаг. Ну, ну, да, наверное, есть, есть вина народа, но, ну, сложно. Вот я помню, я же, когда приезжала, вот, приезжала, снимала видео, я помню, что вот как вот все вот это у меня, как у меня, как прозрение у меня начиналось, значит, я помню, когда уже начала вести канал, я съездила в Ижевск, я там, ну, просто поснимала город. И я заметила, что те видео, вот, где я Ижевск снимала, вообще не было просмотров. Ни просмотров, ни комментариев, то есть, вот, ну, то есть люди, люди даже не хотели смотреть эти видео. Настолько, видимо, реальность ужасна. Вот, и сказать нечего. Ну, когда вот я вот уже потом, ну, долгое время уже не снимала Ижевск, то есть, это, как бы, эти видео ушли вниз, и их, ну, новые люди, которые заходили, и, ну, какие-то там политические темы, это, затрагивались. И я помню, мне, значит, это написали, ну, я думаю, Скорьбот и все, писали, что тогда, это, ну, какой-то 18-й, может, был год, что мы не хотим, как в Париже. Ну, представьте, я вот живу в Европе. Я особо, как бы, российской жизнью, и там, ну, телевидение русское не смотрела. Я, говорю, помню, что первый раз, когда мне написали вот этот комментарий, что мы не хотим, как в Париже, я даже вначале его не поняла. И я так это наивно спрашиваю, а почему, типа, вы не хотите, как в Париже? Ну, то есть, как, ну, в моем понимании, что, ну, в Париже круто, ну, хорошо. Ну, есть там, да, недостатки этих, напускали этих иммигрантов. Ну, я думаю, что они, мне кажется, они там начались, начали уже этим заниматься, что они сейчас начнут. Кстати, я вчера тоже смотрела передачу каталонскую. Очень интересно. Там, значит, два полит... Ну, корреспондент каталонец, и при том, знаете, так говорил на таком закрытом каталонском языке, такой, очень такой закрытый каталонский, который у них, ну, я не знаю, как даже это объяснить, как такой вот, как из деревень, ну, то есть, где вот именно люди, вот, как бы каталонский, каталонский. Потому что, когда каталонский, ну, каталонский попадает в такие большие уже мегаполисы, он как-то уже разбавляется испанскими словами и каким-то произношением, каким-то испанским, ну, таким. И когда, вот, например, в Жироне очень такой каталонский, очень такой его, иногда вообще непонятно, что они говорят. А в Барселоне уже, там, каталонский уже такой более к валенсианскому подходит. А валенсианский, он все уже какой-то такой разбавленный испанскими словами, что его вообще легко уже понимаешь. И вот я смотрела, вот эта женщина была, она была, по-моему, с ПСО, что ли, ну, в общем, с какой-то партии. ПСО вроде бы, не запомнила. Вот. И вот она говорила на вот эту тему иммигрантов, она вот тоже была очень радикально настроена. Она говорила, что, когда, говорит, мы запускаем вот этих иммигрантов, ну, вот, они именно про Африку говорили, что мы не знаем, кого мы запускаем. Мы не можем проверить, есть, когда из Европы, говорит, к нам едут, мы у них берем там справки о несудимости, то есть мы, у них есть документы, какие-то паспорта, мы можем проверить их историю. И, в принципе, мы понимаем, что к нам люди более-менее образованные едут, и они особо не вызывают каких-то там, ну, тревоги. Но люди, которые едут с Африки, мы, говорит, не знаем, ну, не знаем историю их, может, они преступники, ну, вот все такое. Вот она вот на эту тему очень хорошо говорила, и она говорила, что надо как-то, ну, что-то с этим делать. И во Франции я тоже уже слышала, что тоже Франция, они думают, что надо уже... В Германии уже начали их это депортировать. Но вы даже видите, что и в Америке уже тоже там огромная проблема с этими вот людьми, которые с очень такими радикальными мусульманскими взглядами. Я не говорю, что надо всех поголовно депортировать. Я считаю, что как бы, если человек не за год не адаптировался, не учит язык, у него нет стремления работать как-то, нет стремления какие-то блага, ну, как-то платить за благо, которое он получает, то он должен отправляться обратно к себе в страну. Ну, что ты... Я не понимаю, почему ему пожизненно платят какие-то пособия. Пусть какой-то лимит должен быть, полгода там пусть ходит учиться, адаптируется, какую-то профессию получает там, ну, потом какая-то помощь еще полгода. Ну, годами-то зачем это я, вот это не понимаю тоже. Ну, и вот, ну, немножко с темы сошла. Я к тому, что вот в каждой стране у всех всегда есть свои проблемы. И нормальные правительства, они этим занимаются. А в нашей стране такое впечатление, что, ну, людей просто превращают в какой-то вот безмозглый скот. Больше не так. Вот те вот, которые вылазят в комментариях, пишут, это совковые тетки, это... Ну, скорее всего, у них мужья были при кормушке где-то, военные, может, полицаи, может, какие-то такие в верхних кругах, раз они тут ко мне... Они же как ко мне заходили? Они же находили мои видео по тому, что они писали, ой, мы скучаем по Лереде Мару, мы много раз сюда приезжали. Ну, вы знаете же, с нашего, например, Глазова или Сарапула никто же не может приехать сюда, в Испанию. Я же сюда не ехала путешествовать, я же сюда ехала на заработки, я же влезла в долги, чтобы сюда приехать, чтобы остаться здесь. Это же другая совершенно ситуация. Мне вот, когда Леша говорит, хотел бы ты в Америку слетать, я такая говорю, просто так слетать и две недели там походить нет. А вот если бы... Ну, это я раньше так говорила. Ну, когда помоложе была, ну, 40, когда-то мне было 46-47. А говорю, вот если бы вот именно там остаться, то я бы полетела. Но сейчас, конечно, нет. Нет, сейчас, видите, у меня ситуация такая, у меня рак, и у меня каждые полгода обследование. Вообще никуда, ни в какую страну сейчас не могу уехать. Я привязана к Испании, потому что я должна каждые полгода проходить эти все вот эти процедуры, чтобы рак обратно не вернулся. Так что я никак не могу отсюда никуда теперь уехать. Я потому что не знаю, может, меня в другой стране не будут лечить-то. Может, надо будут бешеные деньги там платить. Ну, и вот. И вот я остановилась вот на том, что... Ну... Я вот как думаю, что вот все гонят на оппозицию, на русскую там, что, типа, они это... Ну, как бы, нет, не очень так это активно против, там, русских не выступают. Флаг этот, типа, русский. Я сегодня посмотрела снова в это зашествие. Там, да, были русские флаги. Там мальчик так хорошо сказал, что это флаг моей родины, и ему 300 лет, и Путин никакого отношения к этому флагу не имеет. И то, что он, типа, ну, он его просто запачкал, и все. Ну, и у меня вот такое отношение. Ну, я как бы считаю, что... Ну, флаг, ну, что это флаг. Если человек идет, и у него вместе с флагом идет с плакатом, что Путин преступник, то я не понимаю, как это может, как бы... Я не понимаю, как это может у украинцев вызывать какое-то вот это отторжение. Ну, что это? Ну, флаг, это символ. Это же не флаг ходит и убивает людей на Украине. Ну, это символ страны. Ну, допустим, можно вот этот треуглавный птиц оттуда убрать нафиг, а сам флаг... Ну, потому что люди же все равно... Вот знаете, вот я вот помню, вот, когда я с нашими разговаривала, когда приезжала... Ну, когда приезжала, разговаривала... У них обида была. Ну, они обижались, они вот обижались, что... Ну, может, как-то они не в теме, не интересовались. Они вот... У них, я помню, всегда была такая обида, почему к нам так Запад плохо относится. Ну, я тогда уже приезжала, я уже видела, почему такие фильмы тоже, что русские все время плохие, что Россия плохая. Ну, я помню, что я тогда не пыталась лезть им это объяснять. Ну, я тоже сама тоже, когда приехала, я помню, смотрела вот эти американские фильмы, и все время вот там, как русские, ну, изображались преступниками, там, мафиозными, какими-то вот так... Так нас представляли. Ну, да, я когда приехала, помню, но тоже мне как-то это было неприятно. Ну, прожив здесь 18 лет, и я понимаю, что это просто неприятная правда. Ну, это просто... Если я за это время столько раз уже увидела, сколько у нас здесь было совершено преступление и убийство, потому что здесь были эти из мафии, они, видимо, сюда пытались приехать спрятаться, но их тут находили. Один раз одного мужика нашли, его утопили. Потом писали в газетах, что это был член мафии, что он убежал из России, и его здесь настигли. И помните, в начале войны у нас тут 5 человек, ну, у нас, по-моему, здесь... Прямо у нас в Лерете двоих, прямо двоих убили. Тоже они, видимо, были, ну... Ну, не значит, были связаны с воровской вот этой вот мафией в России. Вот сидеть вот так вот и это... Закрывать глаза и считать, что ничего это не происходит, нас это не касается, ну, может, для кого-то это такой выход. И я вот к чему вот веду вот это? Что... Почему, типа, русская оппозиция, типа, так мягко пытается с русским народом, типа, договориться? Ну, это так украинцы говорят. Они, говорят, преступники, вот они убийцы. А почему, типа, они, как бы, встают на сторону русского народа и пытаются с ним поговорить? А вот я тоже не понимаю. Ну, вот представьте, мне одна, это моя знакомая написала, что... Даже не одна, даже трое я знаю, которые мне сказали, что до войны они были все против Путина и мечтали Путина убрать. Но когда война началась и когда Запад вот стал вот такие вводить санкции, там такие какие-то ограничения, и вот это... Пошел такой негатив в сторону русского народа, они встали на сторону Путина. Я не говорю, что это... что... что не надо было делать санкции. Конечно, надо было что-то как-то реагировать на... Вот я помню, что украинцы все тогда мечтали и думали, что вот сейчас русский народ встанет и встанет против войны. Но вы поймите же, что вы-то у себя в Украине, вы же видели то, что происходит. А в России первые вот эти месяцы войны вообще по телевизору шло, что там ничего не происходит. Что там... Я даже с родственниками, когда разговаривала, вот такое было впечатление, что они думают, что это просто какая-то на самом деле специальная операция, что они там зашли, сейчас проблему решат и выйдут, что они реально основная масса думали, что нас туда позвали, и мы там типа кого-то спасаем. Они реально так думали. И поэтому, когда Европа и Америка ополчилась, то есть когда с той стороны пошел такой негатив, они, получается, не понимали. Они считали, реально считали, что они не виноваты ни в чем, типа ничего страшного не происходит, а почему-то Европа такая-то... Так ополчилась. И тут включилась еще и пропаганда вот этого зомби-ящика, которая говорила, что вот мы правильно все сделали, чтобы напали, потому что видите же, как против нас это Европа. И основная масса народа, которая не интересовалась политикой, потому что они с утра до ночи работают, потому что у них нет времени. Какими-то они... Вот знаете, вот я вот чат рулетки слушаю, вот когда очаков разговаривают с ними. Они, когда пытаются ответить на тему войны, они отвечают, как, вы знаете, как сломанный телефон. Они отвечают, особенно вот эти, которые выпьют пьяные, и они какими-то обрывками из пропаганды. То есть у них даже вот эти фразы, они даже сами с собой как бы не это... Ну, бред. Вот это когда слушаешь эти обрывки, они не знают, что сказать, но вот то, что у них там запомнилось в голове, и они вот это выдают. Вот 8 лет бомбили Донбасс, вот это вот где-то... Ну, какую-то ерунду вообще. Я же с такой женщиной разговаривала тут как раз вот в то время. Она мне тоже про это 8 лет домбили, бомбас, начала рассказывать. Я ее спрашиваю. Ну, хорошо, говорю, вот... Ты, говорю, видела, что сделали с Мариуполем? Она такая видела. Я говорю, вот представь, вот Мариуполь бомбили на самом деле всего два месяца. И ты посмотри, во что превратили Мариуполь. А ты, вот мне только что лет... Только что мне сказала, что бедные люди из Донбасса 8 лет их домбили, и они 8 лет сидели в подвалах. Я ее спрашиваю. А ты, говорю, понимаешь, как это дети сидели в подвалах 8 лет? Как, говорю, они 8 лет-то в подвалах? И как их 8 лет? Так если бы, говорю, их бомбили 8 лет, то от Донбасса бы ничего бы не осталось вообще. Ни подвалов, никаких детей. Ну, то есть... И вот она... А у нее даже рот открылся. Она когда на меня смотрела, у нее глаза. Она так на меня смотрела. Я говорю, ну зайди же в Ютуб, ты же, говорю, живешь в Европе столько лет. Зайди в Ютуб и посмотри на 21-й год. Посмотри, как они там гуляют, в эти бары ходят, с шариками, с детьми, на каруселях катаются. Ведь столько видео к 21-й год, как на этом Донбассе Луганске, как у них еще есть второй город, я забыла. Вот зайдите, да посмотрите. Да как же... Я говорю, да те, кто тогда бомбил. То есть я к чему это рассказываю? Потому что люди просто это слышали и даже не анализировали никак. Даже я не понимаю, почему. Вот, например, последние жертвы, там 7 человек, вот в 21-м году были какие-то жертвы, таких 7 человек было. Но я понимаю, что каждая жизнь, каждая жизнь цена. Ну, что это за спасение, когда... Ведь можно было, по-человечески же, если вот так рассуждать, можно было там, ну, просто пойти на какие-то договоренности, идти разговаривать. Я еще очень хорошо помню, что мне начали писать. Вот, типа, Зеленский был не согласен на это. Типа, с ним пытались договориться, но он не договорился. Это неправда. Я сама очень хорошо помню, что Зеленский пытался поговорить с Путиным, но он ему даже... Он даже не хотел с ним встречаться. Даже по телефону он с ним не... Потому что он не считал Зеленского вообще президентом. Он не считал... У Путина было на самом деле в голове, реально было в голове, что Зелен... Ну, Зеленский никто в Украине. Путин реально считал, что надо с кем-то разговаривать с Запада. Ну, вот он реально вот так считал. Но это же неправда. Вы же сейчас видите, что это Зеленский президент. Какой Запад? При чем тут вообще Запад? Запад никак не может управлять Зеленским. Ведь были же договоренности. Зеленский сказал, что нет, мирной территории мы не будем обменивать. Потому что народ Украины не собирается, не хочет этого. Они хотят, чтобы русская армия вообще вышла с территории Украины и оставила Украину в покое, чтобы Украина жила как самостоятельное независимое государство. Ну, вот оно вот сложно очень. И вот, ну да. Я еще раз скажу. Украинцы, вы же видели своими глазами, что происходит. А Россия в основном, ну, вот даже по разговору с моими родственниками, они считали, что это что-то несерьезное. Как мне сестра сказала. Ой, да что, сейчас через неделю, говорит, они там разберутся и выйдут. Они не считали это войной. И поэтому, когда, ну, вот это стало, вот про Бучу стали рассказывать, они реально, они реально стали защищаться от этого и говорить, что это все фейк. Ну, потому что российское телевидение-то все это показывало, как, ну, как что-то такое не страшное. Оно все это показывало, как что-то такое, какая-то малюсенькая операция. И только сейчас они начали. Вот вы, вы знаете, вот есть три стадии принятия проблемы. Значит, у человека, если случилась какая-то очень страшная проблема, то, как, например, у меня было, когда ты узнаешь, что у тебя рак. Это же страшная проблема. Первая стадия, я вам точно скажу, что это вот было со мной на сто процентов. Первая стадия, это непринятие. То есть, ты изо всех сил, изо всех сил как бы не веришь в это. Ты закрываешь на это глаза. Ты всем своим видом делаешь вид, что это не с тобой. Это не может быть. Это нет. Это неправда. И вот все это время, вот, я думаю, даже до 23-го года, у основной массы народа так оно и было в России. И поэтому они не понимали, не понимали. И плюс пропаганда еще с телевизора тоже самое им вещала, что нет, это все фейки, это все фейки. И люди, основная масса, нет, конечно, люди, которые уже с этим сталкивались, у которых были родственники. Это неправда, я украинцам скажу, это неправда, ну, два-три, может, вам, это, какие-то подонки вам отвечали, что, типа, потерпите, вас освободят. Нет, основная масса, вот я вот Золкина смотрю, основная масса родственников, они тоже в России, они были в ужасе, но они не знали, что делать, они молчали, боялись, потому что же сразу же начались же репрессии, сразу же демонстративно стали показывать, как людей, которые вышли против войны, стали сажать на 8, на 20 лет. Даже вот недавно это педиатры, женщину, пенсионерку посадили за высказывание против войны, на 5 лет пенсионерку посадили. До этого депутата, который сказал, что не вовремя, когда идет война и погибают дети в Украине, не вовремя тут праздники делать, его за это посадили на 8 лет. И сейчас же, вот новый закон сейчас вышел в России, что будут ловить тех, кто там выступает против правительства. Штрафы уже увеличивают, ну, вот это же идет, потому что они же тоже видят, что у людей начинают глаза открываться. Вы знаете, что для диктатора, кого диктатор боится, самый большой страх у диктатора это его собственный народ. Больше всего на свете диктаторы боятся собственного народа. и поэтому вот это все происходит. Вот это вот эти всякие Соловьевы, которые пытаются изобразить Зеленского каким-то идиотом, хотя Зеленский у него, он успешный человек был, он был богатым, миллиардером был, когда он вступил на власть в Украине. Успешный человек, вот представляете, что на него рухнуло. Он бы мог сесть и уехать, у него деньги все были за границей, он ни от кого не зависел. Но человек, у человека просто есть совесть, и он не уехал, он остался со стороной. Как это было неприятно слышать мне вот эти вот, что бы я хотела рассказать, вот я у Золкина смотрела, вот там, вот представляете, вот, женщина-мать, ей показывают своего сына, что он находится в плену. Притом, значит, с русского телевизора льется о том, что, типа, вранье, что в украинском плену над украинцами издеваются. хотя никто там, там европейские эти правила содержания, там никто над ними не издевается, они в хороших условиях, там лечат, кормят, они какой-то там работой занимаются. То есть европейские условия содержания, значит, это пленных. И вот эта вот женщина, ее спрашивают, вот, почему ваш сын, он пошел на нашу территорию убивать наших людей? Вот почему, как вот вы думаете, для чего, почему он пошел? И вот это вот ваш, так это ваш президент, клоун, да вы там, да вы идиоты, да вы, вы попрошайки, что-то она еще там молол, да вы там ваш хозяин. И Золкин вот на нее смотрит, говорит, вот вы женщина, у вас, как с головой, у вас сын в нашем плену, в нашей тюрьме, и ты, говорит, так со мной разговариваешь, вам же рассказывают, что мы издеваемся над пленными. И вы представляете, вот, я этот момент очень хорошо запомнила, когда вот он ей стал говорить, что ваш сын находится у нас в плену, в тюрьме, в нашей, сейчас, и вы так со мной разговаривать, вы представляете, у нее только в этот момент включился мозг. И она, да я, да я, я, прошу вас, ничего не делайте с моим сыном, вот, а вы считаете, что этот человек не зомбирован? То есть, ну, давайте, вот, ситуация, у вас пропал сын, и вам позвонили, и говорят, ваш сын у нас, и вы что, как мать, будете оскорблять этого человека, что ли? Вы же будете говорить, какие условия, как, что я могу сделать, чтобы, вот, как украинские, вот, женщины, они, вот, они же тоже это, комментируют, как они говорят, ну, вот, это я вот у Николая Орлова, слушаю украинских матерей, они говорят, мы, говорит, фигеем, когда мы слушаем, вот, этих мамаш, которые отправили своих детей, это, в Украину, мы, фигеем, то ли они слабоумные, то ли вообще мозги все пропили, то ли это что, что это такое, я тоже не понимаю, она говорит, если бы мне так позвонили, сказали, твой сын в плену, я бы, говорит, на корячках, говорит, ползла бы, плакала бы, умоляла, говорит, я бы себе бы инстанции обошла, а она сидит, Зеленский наркоман, вы там, подстилки у Запада, это вот, вот, реально, вот это нормально, нет? Вот вы меня все ненормальное какое-то называете, все что-то, какие-то у меня там недостатки ищите, а это вот как может вообще вот оправдываться, вот как? Ну, да, может, спутано, может, мысли у меня, очень много мыслей в голове, почему же тогда вот русская оппозиция, вот так вот она, вот я заканчиваю, вот все это я вам рассказала, к тому, закончить, сказать, что вот русская оппозиция, мы же должны, вот мы же должны с ними как-то договариваться, ведь вы же понимаете, что убрать, поменять власть может только русский народ, но русский народ, видите, они в сонном каком-то состоянии, они не видят действительности, они от нее закрываются, и если на них еще орать сверху, оскорблять их, они еще больше заткнутся, они ничего делать не будут, так оно и происходит, посмотрите, они, они как вот рассуждают, один мужчина сказал, нас полицейские гонят, значит, у нас репрессии, если мы говорим против войны, нас выгоняют с работы, у нас начинаются страшные проблемы, и вы, говорит, еще из Запада, нас оскорбляете, унижаете, обзываете трусами, обзываете ничтожествами, и куда, говорит, нам деваться, и один мужик говорит, да, и в таком состоянии, да, я встану тогда за Путина, оно так и произошло, оно так и произошло, получилось, что народ стал объединяться, раз весь Запад против нас, раз все против нас, мы тогда будем кучковаться вокруг лидера, ну вот оно же так и произошло, ну а как еще с этой ситуацией-то, ну вот представьте, вот вы что-то сделали, какое-то плохое дело, ну не подумав, может как бы в состоянии какого-то там заблуждения, что-то такое сделали, и вокруг вас вот все объединятся, и вас будут еще больше клевать, человек в таком состоянии защищается, он начинает агрессировать, так оно и получается, посмотрите, как они агрессируют сейчас, как они сейчас агрессируют, вот даже в комментах видно, они в принципе понимают, что, ну они вот это, уже говорят, а что, какая разница, все равно мы будем, все равно все против нас, они говорят, все против нас, и мы будем сейчас тогда защищаться, ну так вот оно и получилось, и поэтому я считаю, что Навальна правильно делает, что надо как-то, надо как-то начать договариваться с народом, надо как-то найти к ним, это общий язык надо с ними находить, а не оскорблять их только, это я вот вчера нашествии, я это поняла, что надо договариваться, да, люди, у людей большое заблуждение, и из-за этого заблуждения, и большая обида, я вот лично так это понимаю, вот я как русский человек, я это вот так понимаю, что это реально обида, потому что все равно, основная масса не знает, что на самом деле происходит в Украине, основная масса все равно, слушая 8 лет, вот это все, весь бред про Украину, они, у них все равно это в голове, это забито, и сколько лет это придется вытаскивать у них из головы, это, я же еще раз говорю, когда их спрашивают, вот в чат рулетки, они выдают вот эти вот фразы из зомби-ящика, притом, мне даже иногда кажется, что они даже смысла вообще не понимают, что они такое говорят, потому что они хаотично, их вообще бессмысленно, их просто повторяют, ну вот такое у меня сегодня видео, ну ладно, до свидания, пишите пожалуйста свои комментарии, и кому нравится, ставьте лайки, ну хорошо вы не комментируйте, ну поставьте хотя бы лайки, в YouTube, это, я уже очень много раз слышала, что проконтролировать YouTube, наша сторона русская, не может никак, не бойтесь, вы поставите, это лайк, никто вас за лайк, тут нет, они будут вас искать, не может, видите, они же даже пытались замедлить YouTube, но у них даже это не получилось, ну то есть, это американская площадка, они не могут забраться в YouTube никак, и посмотрите, я к чему это говорю, я к чему, потому что вот у меня там эти тетки, они уже написали, посмотри, у тебя лайков нет, с тобой никто не согласен, но я понимаю, что вы не отвечаете, потому что вы, ну, не хотите в это ввязываться, ну лайк-то ведь можно поставить, ну покажите, что вы не на стороне зла, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok